Пора становиться первыми Хейту было очень много Что они там сделают, это невозможно Нашим гостем стал Олес Тимофеев Куча интересных инсайдов Первые электронные выборы Кто там подраться предлагал? Ну что, нормально покатался Полетели Так, что там? У Киевстоунера вышел альбом У друга на моего Слушайте, слышали? Это нормальная попсятина Такая танцевальная Сегодня необычное утро Ко мне едет Оксана Худсайт Будем записывать крутое интервью Она очень опытный журналист Будет интересно Понаблюдать за ее работой И потім за конечным продуктом Даже немножечко волнуюсь И гостем нашей программы Владислав Савченко, доброго дня Доброго дня Він засновник Международной IT-корпорации PowerCode Який під час карантину Створил новый проект Foodex24 Foodex24 – это онлайн супермаркет И сервис доставки продуктів Головная его особливість – это швидка доставка Сколько бы вы не замовили Вам доставлять продукцию за 90 хвилин Я сама вчора перевірила Действительно, доставили Когда вы открыли этот проект Сколько времени это заняло Сколько людей над этим работали По плану было 14 дней Но мы вклалися в 13 дней Хейту было очень много Что они там сделают Это неможливо Я хотел это продемонстрировать Підприемцям, что можно что-то В любых условиях Ваха пустились десь за 5 млн грн, зараз уже больше 10 млн грн Инвестовано в цей проект Но я знаю, что 10 млн грн до вас вернули, чтобы такой проект был в их месте Ревень инвестиций в 1 млн грн, это приблизительно 250 тыс. долларов Зараз мы ведемо перемоги с Днепром, Одессой, Николаевом, Херсоном, Харкевскими хлопцями, Полтавой, Львовом, Луцком, Ивано-Франківском До нас навіть за кордону звернулись Дуже дякую вам за интервью В бизнес направлении Спасибо всем, кто смотрел Если не смотрели, посмотрите Ребята, и вы же помните, что я ведущий новой программы на Укрлайф ТВ Стартап Инсайдер И в этот раз нашим гостем стал Олесь Тимофеев Который в свои 30 лет уже достаточно состоятельный человек Миллионер, который занимается образовательным бизнесом Очень интересное интервью получилось Смотрите, интересно мне было Я получил массу эмоций И достаточно большое количество информации И о том, как стоит инвестировать в свои мозги Это самая важная инвестиция Инвестиция в себя Влад, что мы делаем в красной комнате С красными шторами, красными стульями? Это скоро все увидят Ты готов? Очень странное интервью Всем привет, мы на канале Укрлайф ТВ И я ведущий Савченко Владислав И сегодня у нас в гостях Олесь Тимофеев Привет Привет Занимаюсь предпринимательством Я бизнесмен с 19 лет В 12-м году я перешел уже полностью в онлайн-эдюкашн В онлайн-образование Название придумали мы, наверное, за пару часов Логотип был нарисован за пару минут Можно за 4-5 тысяч долларов вырасти в такой системный бизнес Для того, чтобы запустить образовательный бизнес Я проанализировал и купил много программ у людей, у компаний и консультаций У которых уже не работают такие образовательные бизнесы Но у всех людей, которые публичные и как-то себя проявляют, что-то делают У них по-любому есть хейтеры и люди, которым они сильно не нравятся То есть я не преподаю то, в чем я не разбираюсь Ты продолжаешь покупать опыт, привлекая преподавателей Конечно, конечно, мы покупаем, это не дешево на самом деле Можешь задать какой-то интересный вопрос И кто первый ответит на него, например Сможет получить от тебя какую-то плюшку Что ты можешь предложить? Давай я подарю 3 подарка Классный эфир получился, такой заряженный, домашний и откровенный Интересный разговор двух предпринимателей Поэтому я рад, что вы посмотрели Если не смотрели, смотрите Пишите свои отзывы, кого позвать из действующих А может начинающих бизнесменов Чью историю вам интересно было бы узнать Мне очень важна ваша обратная связь Пишите комментарии Ребята, заметил такую вещь Отхождение по каналам, можно тоже устать Особенно, когда встаешь в 5 утра Сейчас будет прямой эфир Хоть раз красивый, по-моему Волослав, хочу вас поцикавитись, как вы оцениваете диджитализацию, так называемую, которая в Украине происходит? Это такие первые первые кроки, когда люди показали, почему им вообще смартфоны и как можно избавиться от паперовых документов Я вважаю, что наступный крок, звичайно, это электронные выборы, которые мы должны ввести И это такой гарный кейс Мы с командой подраховали, что это приблизительно будет коштовать десь в 250 раз дешевше, чем обычные выборы Я вважаю, что нужно делать такой гибрид, когда мы это рассчитывали, мы и делали Погляд на то, что там старые люди, им будет тяжело это сделать Майже неможливо все сказать Кількость дельниц можно скоротить, кількость штабов скоротить, кількость людей, которых рассчитывают потом, тоже скоротить Потому что электронное голосование, мы матимем результаты через 30 минут, актуальные, проверенные Я снова кое-что тут инициирую, я думаю, что вы заметили, что я такой охрененно активный чувак Речь пойдет о следующем Я как IT-бизнесмен не могу спокойно смотреть, как в 21 веке выборы происходят с помощью бумажек, с помощью очередей С помощью каких-то непонятных регистраций, проверок, избирательных участков Очень большие затраты, много возможностей для манипуляций В общем, куча-куча проблем И я как человек, который связан с интеллектуальным производством Мы готовы взять на себя инициативу, чтобы в Украине состоялись первые электронные выборы Это очень круто, очень удобно, быстрый подсчет, экономия как минимум в 250 раз Я об этом написал пост в Фейсбуке и уже с утра нас процитировал ТСН И еще порядка 10 СМИ продолжают цитировать Это крутая инициатива Будем продолжать, будем экономить деньги стране Будем делать нас технологичными и супер забрендированными в плане технологий Пора становиться первыми И если вы где-то увидите еще эту инициативу Знайте, первопроходцем был я Зафиксировали В 21 веке голосовать бумажками просто возмутительно Если вы считаете так же, с вас лайк, репост, полетели Будем инициировать, менять вместе Дальше больше Новый прибор, смотрите, можно включать, выключать запись Смотрите, видите Включил Выключил Работает, нет? А нет, это пульт от кондиционера Похожая выбрал неудачную неделю, чтобы бросить пить Это не то Так, давно вам не рассказывал про Fudex24 Ворвались мы на рынок, чуть пупок не развязался Но все четко Вот у нас сегодня такой коротенький опрос интервью человека Человека зовут Мария Она занимается всем нашим диджитал направлением То есть IT составляющей Она является IT project менеджером Fudex24.com Расскажи, как у нас дела в последний месяц или два месяца Что у нас интересного происходило Да, всем привет Ну, в общем, мы очень активно разрабатываем дальше сайт Очень много есть задач от маркетинга и рекламных компаний За последние несколько месяцев мы работали над переездом на новый сервер Для поддержки нагрузки на сайт То есть мы подняли систему, которая У нас сейчас работает токерная система Которая поднимает новые токеры в зависимости от нагрузки То есть если нагрузка увеличивается, поднимаются новые сервера Ну да, включая за новые токер-кентайнеры поднимаются И между ними распроверяется нагрузка То есть как у нас вначале упал сайт, такого уже невозможно Да, просто он по-другому будет падать Падать и уже мертвый лежать совсем Интересный прикол Короче, с моего влога пришел в личное сообщение Человек, зовут его Анатолий Клепач Проактивный молодой человек Он приезжал к нам на наш форум IT-бранд Украины в мире И говорит, у меня есть стартап Хочу вам презентовать, пропичить свой стартап Может вам интересно, может не интересно Вдохновился, классно, круто Хочу быть в команде, хочу делать стартап В общем, у нас уже есть наработки и какие-то подходящие уже сроки к NVP Значит, мы с ним встретились Он мне рассказал, а рассказал, как они работают По классической модели стартапа, когда финансирования нету Все там работают за долю И довольно интересный стартап, спортивный Который помогает соединить тренера, соединить с клиентом И эту историю автоматизировать, чтобы тренер мог следить Более внимательно за своими подопечными И давать, естественно, тот же результат Потому что есть специфика, если они ведут это просто в телеграм-канале То больше, чем 20-25 человек вести нереально, качественно И показывать результат С помощью их стартапа можно будет вести 100 человек В общем-то, все в выигрыше Платформа в выигрыше Ребята в выигрыше Тренеры тоже в выигрыше Поэтому интересная идея Куча вариантов монетизации И я когда смотрел эту всю презентацию Он мне рассказывал, как он раздавал задания Он выступал как проект-координатор, проект-менеджер проекта Как у него сломался в этот момент компьютер Но человека этого не остановило Он рисовал просто в тетрадке И скидывал ребятам фотографии Как он видит схемы работы Схемы дизайна, блоки дизайна Такой интересный опыт И на самом деле Наверное, первый раз ко мне приходят С презентации проекта вот в таком виде Посмотрите То есть, когда у тебя нет компьютера Это вот все неправда Вот, посмотрите Можно в любых вариантах все равно пропичить Все равно чего-то добиться Вот, краткая история стартапа Комиссия И все это напечатано Это прикольно То есть, такой вариант крутой Но на самом деле, круто даже не это Круто на самом деле То, что человек говорит Если Вашей команде интересно Я хочу быть членом команды И хочу там Каких-то инвестиций Небольших на самом деле Я говорю Ну, надо посмотреть Надо подумать Либо он говорит Если этот вариант не подходит Дайте мне заработать Вот это Крутой подход Дайте мне заработать Это мне нравится Поэтому Человек активный Добивался везде В фейсбуке В инстаграме В телеграме Писал Молодец Вот такие проактивные ребята И добиваются успеха А я Прямо сейчас Буду писать ему Офер С предложением На членство В нашей команде И Стратегическому Ведению Двух проектов Это Ассоциация Европейская Ассоциация Программной Инженерии А также PowerCode Академия И новое Ответвление Ее Онлайн Формат Так у нас сегодня Интересности во влоге У нас в гостях Анатолий Клепач Клепач Анатолий Клепач Вот человек Очень активный Хочет поучаствовать В жизни Действительности Нашей команды Пробуем Новый Формат Взаимодействия У него Крутой Стартап Он Занимается Тем Что Пребывает В состоянии Бодрого Быстрого Стартапера И Хочет стать Членом Команды Чтобы Подучиться В принципе Получить Опыт Экспириенс Дали ему Задание Сейчас Посмотрим Мы врежем Презентацию Туда Покажем Вот человек Отлично Поработал Сейчас Презентует Там Уже Посмотрим Крупные Компании Великие С великим Оборотом И Международные Компании А Середние И Малые Компании На них Никто Не заправится И Увага Короче Сделали Офер Анатолию Он Говорит Я Согласен Говорю Когда Можешь Выйти Говорит Через Час Вот Это Настойчивость Ну Посмотрим На Результаты Через Час Выйти Это Конечно Мощно Сейчас Пойдем Посмотрим Мы вам Чуть Чуть Рассказали Про Сложности Сейчас Покажем Что у Настан На Складе Интересно Свежо Мощно Красиво Сам Себя Не Похвалив Никто Не Похвалив Так У нас Тут На Складе Куча Всего Интересного По Нун Фуду Все Есть Выбор Хороший Так Так Вот Наш Алкоголь Который Потихонечку Заезжает Так Немного Рекламы Алкоголь Уже Стоит Давно В принципе Ну тут Еще Доезжает О Евгению Привет Потихоньку Доезжает Еще Возникли Сложности С тем Что Project Менеджер Проекта Рассказала Уже Едем Кататься На Вейке Рубрика Спорт Жую Как раз Протеиновый Батончик А ну Помахай Немного Рекламы 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 Ну что Нормально Покатался Мы там Ставим Нормальные Прыжки Спортсменов Чтоб Было Интереснее Ребята И остался Самый важный Вопрос Как проходит Ваше лето Вот Ваше Видите Пальчиком Показываю Ваше лето Как проходит Очень интересно Напишите Как у вас Сейчас проходит Работа Как у вас Бизнес Процессы Как вы Справляетесь С тем Что Назрел Кризис Видите Вы Кризис Не Видите Пишите В комментариях Очень Интересно Ваши Активности Задавайте Вопросы Пишите В комментариях А у нас Супер Все Активно Мы Успеваем И работать Ебоша Как говорится И отдыхать Все Я погнал Всем пока Смотрите Канал Манимейкер Субтитры